Итак, ну что, всем доброго, так сказать, дня, дорогие друзья. Всех приветствую, всем очень рад. Значит, мы с вами сегодня пройдем абсолютно лаконично, максимально коротко, очень интересную, скажем так, такую тему, которая называется «Уроки души». Прямо сейчас я ее выведу на экран, буквально один момент. Вот. И после этого мы с вами пообщаемся относительно тех, может быть, заболеваний у кого-то, может быть, каких-то проблем, которые присутствуют в жизни. Все это поразбираем. Так, значит, сейчас один момент. Ну, вроде все видно. Значит, смотрите, дорогие ребята, прежде чем мы начнем, я буквально два слова скажу. Во-первых, всех рад очень видеть. Хочу пожелать каждому прекрасного, шикарного настроения, чтобы вы знали, что все, что мы сегодня будем проходить, относится абсолютно ко всем людям на нашей планете. Понятно, что этих уроков может быть значительно больше, все мы с ними сталкиваемся в той или иной степени, но кто-то их проходит достойно, кто-то на них очень сильно зависает. Значит, сегодня я решил выделить 12 из них. Первый урок – это будет принятие, потом будет урок адаптации, целостности, общения, творения, выражения целостности, любви к себе, доверия, грации, урок милосердия и прощения. Значит, смотрите, у нас целостность повторяется два раза, номером три и номер семь. Вот так вот. Значит, это очень-очень важный урок. Основная наша задача сегодня будет с вами, это, соответственно, после того, когда мы все это пройдем, поразбираться в тех или иных моментах, которые вас беспокоят. Давайте приступать. Значит, смотрите, первый урок – это урок принятия. Суть урока – научиться принимать хорошее, что дает жизнь. Урок на самом деле очень интересный, он вроде звучит просто, но не все далеко разбираются в этом уроке, понимая, что на самом деле он под собой несет. Я вам хочу объяснить, что он под собой несет с точки зрения, опять же, моего понимания, как я к этому пришел. От многих сейчас духовных людей мы частенько слышим, что принимать нужно все таким, какое оно есть и вообще там чуть ли не проявлять характер, не сопротивляться и не высказывать то, что вы думаете. У меня точка зрения полностью противоположна. То есть, если вы на что-то можете повлиять, где-то вы можете сказать нет или где-то от чего-то отказаться, что вам не нравится, значит, нужно однозначно это делать. Соответственно, урок приятия под собой скрывает урок, который звучит так – готовность идти на конфликт. Очень многие из нас вообще не готовы идти на конфликт и отстаивать свои интересы. На мой взгляд, это не является хорошим с точки зрения того, что любое самоподавление, любое сдерживание себя, оно всегда приводит к обратным результатам. Поэтому, конечно же, у каждого человека задача – это расшириться до уровня принятия Бога с точки зрения того, какой наш дуальный мир есть. Естественно, он содержит различные проявления, которые нашей двухкомнатной моделью человеческого мышления не понять в виде каких-то эпидемий, страшных ситуаций, смертей и тому подобных вещей. Все это есть, все это присутствует не без этого. Но этот мир создавали не мы и не нам его осуждать. Соответственно, когда вы перестаете осуждать мир, принимаете его таким, какой он есть. То есть, те ситуации, на которые вы реально повлиять не можете, есть смысл действительно принимать и не бороться с ними. Но если вы можете что-то взять и изменить, и это в вашей реальности, на вашей улице, в вашей доступности с точки зрения, что вы можете руку протянуть и до этого добраться, это надо однозначно менять ровно так, как вы хотите. Если вы это можете. Если вы это не можете поменять, тогда есть смысл это принимать и двигаться дальше. Следующий урок, который мы с вами пройдем, это урок адаптации. Смотрите, что это за такой урок. Это урок, собственно говоря, доверия потоку жизни. Суть урока, надо научиться доверять жизни, Богу, жить в неопределенности и понять, что счастье внутри, а не от того, что все у нас всегда идет по плану. Очень важная, на самом деле, тема. Дело в том, что есть люди, у которых канал с Богом выстроен, они всегда находятся в расслабленном, замечательном состоянии с точки зрения и внутреннего настроения, и понимания того, какое будущее они этим состоянием сформируют. А есть люди, которые постоянно имеют огромное количество ментальных, эмоциональных зацепок, особенно за результат. Вот в 2024 году, во-первых, нельзя выражать недовольство, я об этом не раз говорил. Второе, нужно расширять максимальную емкость принятия мира таким, какой он есть. И третье, это очень важное понимание того, как выстраивать канал с Богом в неопределенности. Очень многие сейчас попадают в те или иные ситуации, где вообще нет определенности относительно будущего. И вот как раз таки в этих ситуациях проявляется то, как вы будете реагировать на происходящее. Либо вы будете сетовать, осуждать, что-то не любить, расстраиваться, либо вы отнесетесь с доверием. Следующий урок, дорогие ребята, это урок целостности. Суть урока – осознать, что душа прекрасна, что внутри нее живет Бог, вся Вселенная, что Он самодостаточный человек, и в нем тоже все прекрасно. Смотрите, как я этот урок воспринимаю, о чем я хочу вам сказать. Я не верю в общую коллективную реальность и никогда не верил с детства. Поскольку с 16 лет мне, скажем так, были даны определенные книжки по дзен-буддизму, я начал понимать и изучать это все. И ко мне пришло такое осознание, что вообще нет никакой коллективной реальности. Есть мир, который я создаю, и вот за него мне стоит брать ответственность. Соответственно, то, что нам в телефоне показывают, это то, к чему хотят большинство людей привести. Но, опять же, не стоит попадаться в эмоциональные и ментальные капканы того, что раскидывают новости. Я вообще понял такую штуку, что новости – это ловушки. Может быть, кто-то смотрел фильм «Замысел», там это все показано. То есть, есть огромное количество разных игр, в которые любят играть люди. И каждый из нас сам выбирает свою игру, которую хочет проживать. Если коротко, то так. Следующий урок, который мы с вами разберем, это урок общения. Суть урока – научиться выражать собственное мнение, сообщать партнерам о своих эмоциях. Ну и, собственно говоря, это умение наладить коммуникации с теми или иными людьми. Смотрите, мы все с вами контактируем с другими людьми. Все у нас, всем нам приходится выстраивать определенные взаимоотношения. И нам также, каждому следует научиться говорить «нет». То есть, на мой взгляд, этот урок общения, он заключается в том, чтобы вы могли говорить честно, что вы чувствуете, не подавляя себя. Вот так вот. То есть, в этом суть урока. Если вы постоянно с кем-то общаетесь, себя подавляете, не делаете то, чего вы хотите, у вас нет принципа «почувствовал, сделал», то нужно потихоньку из этого выбираться. Иначе болезни просто неизбежны. Ну, мы это уже на разборах будем разбирать. Следующий урок – это урок творения. Суть урока – увеличить свою личную ответственность, осознать, что ты сам мастер и творец своей жизни. Вот это как раз-таки то, о чем я говорю. Вот есть твоя жизнь, грубо говоря, твои родные, близкие, твой дом, твой город, твоя территория, твое, назовем так, пространство личное. Вот именно с ним и следует взаимодействовать и менять его ровно так, как тебе хочется. Но не следует менять пространство других людей, стран, национальностей, больших групп людей и так далее, и так далее. То есть, подводя всех под тот или иной знаменатель. Все люди разные и у каждого своя реальность. Вот интерес в этом во всем у Бога в том, чтобы через каждого человека познать самого себя. Потому что опыты колоссально разные. Кто-то вообще может быть там со знаком минус проживать жизнь, кто-то со знаком плюс, но у всех все по-разному. Мы все тут дуальный опыт с вами познаем. Следующий урок души – это выражение себя через личные границы. Суть урока – ставить себя на первое место, поднимать свою ценность, свое «я» и научиться говорить «нет». То есть, если, допустим, у вас заниженная самооценка, то однозначно в вашем окружении будут энерговампиры, которые будут этим пользоваться. Простейший пример – вы склонны к чувству вины. Обязательно будут те, кто будут вас виноватить. Вы склонны к разным страхам, вы боитесь многого. Обязательно будут те люди, которые будут манипулировать вами при помощи страха. И так далее, и так далее. Поэтому для того, чтобы выразить себя как такового, проявить свое творчество в этом мире, нужно, ну скажем так, слушать свое сердце и делать так, как ты чувствуешь. То есть, почувствовал, сделал. И тогда будет все получаться. Если вы, допустим, в долгосрок что-то чувствуете, что должно быть иначе, и это не меняете, неизбежно это приведет к болезням, и вам потом придется просто задумываться уже через болезнь о том, что вы делаете не так. Эти ошибки могут быть как в мировоззрении, так и в ваших поступках. Поэтому работать всегда нужно в двух позициях – и на физике, и на энергетике. То есть, если вы, допустим, окружены энерговампирами, и вы ничего не меняете, постоянно с ними общаетесь, они вас вампирят, подавляют и негативно влияют, ну какого вы хорошего результата хотите? Опять же, очень важно знать, что вампиры вампирят только вампиров. Как бы это автологично ни звучало, но это так. То есть, они всегда работают на нас и показывают нам те или иные качества, которые нам самих себе нужно менять. То есть, если вы склонны к чувству вины, убирайте его. То есть, очень важно понять, что у любого негативного чувства, у любой негативной эмоции есть позитивная сторона. Вот, например, чувство вины – это желание самосовершенствоваться, быть лучшей версией себя. И вы себя начинаете виноватить, если у вас что-то не получается. Не стоит этого делать. То же самое, допустим, обида. Какое позитивное намерение у обиды? Это изменить отношение другого человека по отношению к нам. Это лучший способ, собственно говоря, выхода из ситуации. Конечно же, нет. Поэтому со всеми негативными чувствами нужно уметь правильно взаимодействовать и, собственно говоря, понимать, зачем они нужны. Следующий урок, смотрите, он у нас повторяется. Суть урока – научиться быть честным. А, целостность или честность? Все, я понял. Да, там опечатка была вначале. Значит, суть урока – научиться быть честным с самим собой, что думаешь, что и говоришь. Во что веришь, что и делаешь. Это, ребята, вообще неизбежная правда. Потому что если в долгосрок делать то, что вам не нравится, не врать себе, что все хорошо, то однозначно придет какая-то ситуация, она будет конфликтная, и она зайдет, опять же, через огромное количество негатива, который будет вас трансформировать. Я вот как и говорил, да, те, кто со мной давно внимательно следят за моей деятельностью, я вот до сих пор уже в течение месяца пишу очень большую работу по теме конфликта и почему конфликтовать хорошо. Очень интересная тема, на самом деле. Я не рекомендую, конечно, конфликтовать, но если вы, опять же, в состоянии подавленности, то есть подавляете сами себя постоянно, то урок готовности идти на конфликт, он просто неизбежен. Следующий урок – это урок любви к себе. Суть урока – научиться любить себя без всяких условий, понять, что ты самое дорогое у себя. Смотрите, ребята, здесь вообще все просто и очень важно. Вот если вы закроете глаза и представите себя, свой образ, ровно как вы себя видите, так и складывается ваша жизнь. Поэтому ваш образ должен быть максимально светлым, максимально уверенным, максимально, скажем так, насыщен теми эмоциями, качествами и чувствами, которые вы хотите, чтобы в вашей жизни присутствовали. Поэтому если вы не ставите себя в своей жизни на первое место, кто-то мне скажет, это же эгоизм. Это не эгоизм, это нормально, потому что если вы себя не любите, очевидный фактор, что и других вы не можете полюбить, понимаете? То есть нельзя дать другим то, чего у нас у самих нет. Если вы себя не уважаете, вы не можете уважать других. Если вы себя не цените, вы и других ценить не можете. Поэтому есть всего один проект в жизни каждого из нас, над которым следует работать. Этот проект называется «Я», то есть над самим собой. И чем больше у вас уважения к себе, чем больше вы себя любите, чем больше вы находитесь в состоянии, когда вы хотите познавать мир, хотите чего-то нового, хотите развиваться, масштабироваться и двигаться дальше, тем больше людей ровно с такими же качествами к вам притягиваются. Если все происходит наоборот, соответственно, со знаками минус, то со знаками минуса люди к вам притягиваются. Вот, собственно говоря, такая ситуация. Ничего абсолютно сложного. Поэтому любите себя, безусловно. Плюс я еще хочу одно такое сказать. У всех у нас из-за нашего воспитания есть простейший пример. Например, мальчики не плачут. Все, мужик всю жизнь носит свою эмоциональную боль с собой и не позволяет себе поплакать, потому что это слабость. Для каждого мужика проявить слабость – это, по сути дела, самоубийство подобно. Это, на самом деле, чушь несусветная, потому что быть слабым – это тоже хорошо. Нельзя обрести силу в полной мере, если ты не умеешь опираться на свою слабость. Это еще предки наши говорили, что в дуальном мире, в нашем, нужно опираться на противоположности. Смотрите, как интересно складывается сложение противоположностей в таком предмете, как нож. Тупое опирается на острое. Острее острое, рукоять у ножа тупая. Тупое с острым что дают? Нож – целый предмет. Любовь, она дает, соответственно, детей. То есть мужчина и женщина, они дают детей. Это любовь. Вообще, любовь расшифровывается, люди богов ведают. Но если вы отследите вот эти понятия в нашем языке, которые объединяют противоположности, то вы очень удивитесь, как все интересно на самом деле складываются. И противоположности, и слабости, и силы, если опираются друг на друга, человек становится целостным. То есть если вы где-то проявили слабость, но вы не принимаете себя слабым, пора бы пойти в эту слабость и сказать себе, я позволяю себе быть слабым. Если вы не принимаете свою обидчивость или вы не принимаете свои страхи, естественно, вы что будете делать? Вы будете инвестировать мысли в мышление через отрицание и давать им еще больше силы. Поэтому нужно туда идти и принимать себя со всей любовью. Понимаете, это основная задача. То есть любить себя полностью и слабого, и со своими обидами, и со своим лишним весом условно, и со своими болезнями, и со всеми делами. Если вы перестанете себя отрицать полностью, и с какими-то дефектами тела, в общем, со всем полностью. Просто принимать себя, любить себя и понимать, что я создан по образу и подобию Бога. А так и есть на самом деле. Все мы по его образу и подобию созданы. Дальше поехали. Следующий урок – это урок доверия к себе. Суть урока – научиться доверять себе в первую очередь, что Бог говорит внутри меня, что чувствует мое сердце. Это очень важно, опять же, если голос ваш внутренний громче, нежели голос снаружи. Некоторым требуются какие-то поводыри, которые будут рассказывать, как им жить. В этом, собственно говоря, феномен власти на нашей планете. Ну, посмотрим. Сейчас времена меняются, очень интересно все происходит. Много людей сейчас просыпаются, и, по сути, никакие поводыри никому абсолютно не нужны. То есть человек начинает сам понимать, что ему делать в жизни, как ему делать и кем он является. Но мы с вами все являемся сыновьями и дочерями Бога, больше никем. Все остальные роли в виде там мама, папа, директор фирмы, супермиллиардер там и так далее – это все роли. Они отжились и все. Основная задача – это вот проявить свою именно божественность, вспомнить, кто мы. И, исходя из этого состояния, уже жить и выбирать ту или иную реальность, которую вы хотите. Следующий урок. У нас буквально еще три урока, и мы переходим к разборам. Как я и говорил, постараюсь максимально лаконично, ну, даже не в 30 минут, а может, в 15 уложусь. Значит, смотрите. Грация или наслаждение процессом. Суть урока – научиться наслаждаться земной жизнью и заземляться. В чем тут прикол? Очень многие высокодуховные люди, когда идут вот в развитие свое духовное, начинают сразу вот эти вот категоричные убеждения выдавать из себя. По типу, там, алкоголь пить плохо, там, сексом заниматься плохо. Слушайте, жизнь из всего вообще состоит в целом, да, и из алкоголя того же, и из секса. Я это не пропагандирую, там, я имею в виду про алкоголь. Секс – это очень хорошо, если с любимым человеком. Но основная эта задача в том, чтобы научиться с этим взаимодействовать. Объясню как. Например, вот поскольку я веду семейное консультирование много лет, да, я вижу некоторых людей очень зажатых в паре. Там невозможно не порекомендовать алкоголь, чтобы они расслабились и хорошим, качественным сексом занялись. Понимаете? Это очень важно. Это прямо вот нужно это людям сделать. Поэтому все можно воспринимать как инструмент. Проблема – это когда этот, например, там, алкоголь или, не дай бог, наркотики какие-то у вас находятся, а вы не можете себя сдержать, чтобы это не употребить. Вот это уже перебор идет. А когда оно лежит, и вы к этому спокойно относитесь, и вы можете это как инструмент брать для того, чтобы с этим взаимодействовать и иметь какой-то результат, тот или иной, нужный вам, когда вы с определенным намерением заходите в этот опыт, то тогда все нормально абсолютно. Поэтому для того, чтобы наслаждаться земной жизнью, ее как раз-таки и надо принять такое, какая она есть. Убрать из себя эти вот роли, по типу там, я там сыроед, или я там мама, или я хорошая девочка, я хороший парень. То есть здесь все такое, какое оно есть. Чем вы больше это принимаете, тем больше наслаждения входит в вашу жизнь, потому что у вас нет отрицания чего-то того, что в этом мире присутствует. Вот это самое главное. Ничего не надо отрицать. Бог создал мир таким, какой он есть. Со всеми людьми, со всеми ситуациями, с болезнями. И там модель мышления, ну условно назовем, супер-мега-пентхаус. И вот, допустим, наша человеческая однокомнатная модель мышления там и близко не стояла. То есть вот у Бога принятие всего таким, какой оно есть. А мы стараемся навешивать категоричности. Но опять же, что такое категоричность? Это сатана всегда. Он все вычленяет там. Его задача – это взращивать гордыню в людях, соответственно. То есть эти лучше этих, эти хуже этих и так далее, и так далее. Вот буквально на прошлой неделе работали с клиенткой, у нее проблемы дерматита были. Вот у нее было осуждение такое интересное. Очень больших групп людей. Она целые нации осуждает за то, вот какие вот они. Целые нации, понимаете? И как только мы это вот с ней осознали, прямо практически во время вот нашего просто общения, кожа начала выбеляться потихоньку там, где был дерматит. Ну, мы с ней свяжемся. Через неделю, я думаю, это все пройдет. То есть она не хочет, да, соприкасаться кожей, вот вообще видеть целую нацию, ненавидит прям. Такие быть вообще существовать не должны. Так что осуждение больших групп людей, либо вообще кого-либо, оно приводит к очень неблагоприятным результатам. Надо просто свою жизнь жить и выстраивать ее счастливо. Следующий урок – это урок милосердия. Суть урока – принять людей такими, какие они есть, увидеть в каждом Божью искру и принимать их. С тех пор, когда я увлекся экзорцизмом, соответственно, сначала еще давным-давно это был церковный экзорцизм, потом экзорцизм через гипноз, когда я понял, что очищая людей от сущностей, потом можно увидеть, что все мы на самом деле ангелы, мое мнение обо всех людях полностью поменялось. Особенно вот если у кого-то есть презрение к алкоголикам, еще к кому-то, очень важно понять, что у них тоже есть божественная суть, и они тоже через призму своей божественной сути проживают всю свою жизнь. И нужно им позволить этот опыт для себя взять, не осуждая. Они потому что тоже, все вообще люди на самом деле на нас работают. Мы в полной матрице, каждый из нас. И вся эта матрица работает на нас и учит нас не осуждать, а принимать все таким, какой оно есть. Вот и все. Соответственно, если вы кого-то не принимаете или что-то не принимаете, или вы, не дай бог, активно не хотите, чтобы что-то в этом мире присутствовало, вы обязательно в это превратитесь и этот опыт будете проживать. Ну, простейший пример. Вы отрицаете жадность в других людях. Обязательно сложится ситуация, где вы сами эту жадность проявите. Или вы отрицаете предательство. Обязательно сложится ситуация, где вы неизбежно кого-то предадите. Поэтому принцип здесь мышления вообще крайне простой. Это важно? Нет. Это не важно? Тоже нет. То есть никакой вообще нету зацепки. Ни ментальной, ни эмоциональной. К этому сложно прийти. У меня этот путь занял порядка 8 лет. Опять же, мне тут очень здорово медитации помогали. И одно из моих любимых упражнений, я их просто вот коротко опишу. Представьте, вы сидите со своей подругой или другом, или знакомым на берегу реки. И вдруг по реке проплывает куча мусора. И вот ваш знакомый начинает осуждать всех тех, кто этот мусор туда закинул, какие они ужасные, какие они противные и тому подобные люди. Навешивает осуждение, навешивает ярлык, проклятие навешивает целое. А вы сидите, он просто проплывает. То есть никак не реагируете. Вот это и есть суть восприятия мира таким, какой он есть. То есть я не говорю ни в коем случае о бездействии, где вы должны кому-то помочь. И в вашей реальности происходит как раз таки ситуация, где вы должны эту помощь оказать. Это нужно делать. Это естественно, я думаю, и понятно. Но все должно быть по вашему внутреннему самочувствию. Если вы проходите где-то, видите, драка идет. Вы же не полезете туда, понимаете, разнимать кого-то. Но если у вас есть какие-то убеждения на почве каких-то национальностей, например, конечно, вы туда обязательно полезете. Вы обязательно в эту ситуацию встрянете и попадете. Неизбежно. Поэтому убеждения наши, которые мы в голове имеем, они полностью нами управляют. В фильме «Матрица» это все очень хорошо показано. Ну и такой завершающий урок души – это прощение. Суть урока – научиться прощать и отпускать, отдавать все обиды Богу. Смотрите, я тут очень важную вещь хочу сказать. Если вы будете над собой, например, работать, вы поймете, что других людей прощать вообще не за что. Все люди играют на нас. На что они играют? На мое расширение мира таким, какой он есть. Меня, например, с детства очень часто люди предавали. Потому что у меня был, как бы сказал Вадим Зеланд, автор трансерфинга, у меня был огромный избыточный потенциал относительно того, что предательство – это худшее, что может быть в жизни. Меня постоянно предавали. Постоянно. Я всегда с открытым сердцем всем был готов помочь. А это значит не ценил себя и свое время и помогал другим в негативе с точки зрения себя. То есть не свои интересы, а интересы других ставил на первое место. И, соответственно, кем я был? Раковой клеткой. То есть, понимаете, если вы всем другим помогаете, а сами несчастливы, вы раковая клетка, самая натуральная. Поэтому не будьте расходным материалом для улучшения жизни других людей. Ну, это опять же, ребят, мы сегодня все крайне коротко проходим. Я надеюсь, что все понятно. Теперь давайте перейдем к разборам. Ничего сложного, мы такого не прошли. Сейчас у кого есть желание, соответственно, поработать с той или иной вашей ситуацией, милости прошу, нажимайте поднять руку. Я вам дам возможность говорить. Мы пообщаемся, поработаем. Время я сегодня немножко выделил. Так, Виталий. Виталь, прошу, включай микрофон у себя. Рассказывай. Я у тебя включил, соответственно, микрофон. Можешь у себя его теперь включить и говори. Это я? Привет. Да, привет. Дима, здравствуйте. Все. Спасибо тебе огромное за уроки. У меня вопрос. Резко стало зажимать плечи и шейный позвонок, основание черепа. И правое число как в голову уходит. Такого в жизни раньше никогда не случалось. Работаю, делаю. Но тут у меня был кризис. Я испытывал огромный негатив. Мне было с ним не справиться. Я как бы начал работать, там мне стали помогать. И вроде стало отпускать. Но опять вроде как-то ситуация выравнивается. Я более открыт миру. Я рад более. И принимаю его. Но вдруг прям бэмс. И вот мне даже люди подходят и говорят, какая у тебя зажатая спина. Это то, что я все же и всем говорил. У меня никогда не была зажатая спина. Виталий, смотри. Ты в определенный момент вышел на новый уровень развития. Да, соответственно. То есть у тебя пошло развитие. И вдруг бах. И плечи и шеи выдают определенные убеждения, относительно которых ты стресс испытывал. И выдают болью. Соответственно, о чем сейчас речь идет? Есть определенные убеждения, которые начали из тебя выходить чиститься. Как это выглядит? На плечи, скорее всего, кого-то себе навесил. Кого-то надо снять. И не нести за собой, спасая. Что касается шеи. Если вот обратишь внимание, да. Если тебе больно, например, вот так вот делать. То есть говорить нет. Значит, кому-то пришла пора сказать нет. Если, например, больно соглашаться с чем-то. Значит, собственно говоря, с чем ты не хочешь согласиться до сих пор. Что-то тебе не нравится. И тело просто психосоматически отреагировало. Ну и плюс я записал себе, да, здесь. Ты сказал еще то, что правая сторона, да, стала болеть. Правая сторона не только мужчины, но это и готовность идти в будущее. То есть, возможно, какие-то страхи начались относительно. Возможно, я лишь предполагаю. Каких-то проектов, каких-то ситуаций. И правая сторона выдает, соответственно, вот такие моменты. И все. То есть, как работать, что с этим делать. Идти в эти страхи, смотреть на них, выходить за пределы тех убеждений, которые их создают. И все. Какие бы там ни были убеждения. Ну, к примеру, они могут, у меня не получится, я не справлюсь там. Или да нафиг оно мне надо. И пошли вот эти вот много сомнений, много мыслей в голове. Да, отлично. Спасибо. Благодарю. Во благо. Поехали дальше. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Бачурина, Татьяна. Тань, включай у себя микрофон. Потом будет Валентина, потом мистер Вова. Включай, Тань, микрофон у себя. Давайте так, вот буквально по пять секунд. Если не успели включить, то следующий человек. Говори. Привет. Привет. Скорее всего, это эффект выгорания у меня. Ну, я понимаю, в чем вопрос. Третий заход – это болезнь ребенка. Ну, болезнь ребенка, она… Ну, хоть четвертый, хоть десятый. Тебе надо менять свое состояние. Тебе надо менять свое состояние. Ты находишься в каком-то подвешенном состоянии, оно на тебя влияет, ребенок его просто отражает, как зеркало, все. Подвешенное состояние, развод, может? Ну, да, это вполне подвешенное состояние. Как только ты примешь решение, ребенок перестанет болеть. Но, опять же, это решение ты должна принимать в единстве души и разума. Приняла уже давно. Ну, значит, до сих пор колеблешься, поэтому ребенок работает. Ну, скажем так, работает с точки зрения понимания того, что не до конца ты его искренне приняла. И все. Где-то переживаешь за это. А ребенок – это общая ваша составляющая с мужем, поэтому ты его разрываешь сейчас своими решениями. Вот он и болеет. Ничего вообще удивительного. Я так хотела попасть позавчера на встречу, и меня родители тормознули с ребенком. Ну, ничего страшного. Ты работаешь сейчас над своим состоянием, соответственно. Тебе важно с мужем все проговорить, решить точно и все. И ребенка старайся держать как бы в состоянии полного спокойствия. И ты сама должна к этому состоянию прийти. И все, ребенок выздоровеет, болеть не будет. Я тебя обожаю, Дим. Как таблетка анальгина или что-то. Да все просто. Главное действовать начать. Давай увидимся на живых еще мероприятиях. Хорошо, спасибо. Так, дальше поехали. Валя. Валя, прошу, включай микрофон. Рассказывай. Давайте, да, опять 5 секунд жду. Потом мистер Вов. Слышно? Да, Валюш, слышно. Прошу, говори. Всем привет. Получается, с левой стороны, ниже лопатки, вот в течение двух недель, наверное, прям вот болит, вот что-то болит и именно как простреливает, что ли, вот между ребрами. Понимаю, лево мама там, да, и... Нет, может быть, ты в тренажерном зале была, потянула лопатку. Нет, 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 это вот, знаешь, такая вот боль ноющая какая-то. Допустим, вот проснулась, один день болит, потом расходилась, не болит. Вот протяжение, вот знаешь, то проходит, то опять появляется. Вот так хочу сказать. Ну, хорошо. Что две недели назад? Какой-то стресс случился? Ну, две недели, ты знаешь, когда вот я уже прям конкретно наблюдать стала, а так, возможно, даже и раньше это все появилось. Ну, вот с какой-то периодичностью прям вот в этом месте именно. Ну, хорошо. Вот закрывай глаза сейчас. Садись, не скрещивая руки и ноги. Давай посмотрим просто. Ты вот сказала вот сразу, да, слово мама. Вот сейчас поставь свою маму перед собой, представь ее мысленно. И обрати внимание, боль усиливается? Ну, вот сейчас как таковой ее прям нет сильной такой. Ну, вот вообще. А вот утром в течение там полтора-двух часов беспокоило. Ну, понимаешь, две недели – это немножко, ну, не те болезни, с которыми бы хотелось сегодня поработать. Я объясню, по какой причине. Может, это какой-то зажим тебе к остеопату просто надо. Но опять же, все болячки на самом деле психосоматические. Все, абсолютно, без исключения. То есть они формируются в течение определенных дней, лет, месяцев определенного мировоззрения, соответственно. То есть тут надо физику смотреть, да? Тут какой-то зажим у тебя, скорее всего. Потому что, если ты связываешь это с психосоматикой, Валь, если да, то с какими проявлениями, с какими конфликтами? Ой, ну, на самом деле, может быть, и много, конечно. Ну, вот, например, с ребенком постоянно спорю. Вот как вариант. То, что подросток и сложно понять ребенка, порой бывает. Ага, я понял. Ну, может быть, соответственно, и с ребенком. У тебя ребенок девочка, мальчик? Девочка. Девочка. Ну, вот тебе и левая сторона. Вот вы, наверное, в острой фазе конфликтов находитесь, когда спорите. Просто важно понимать, что поколения разные, понятия разные, действия разные, разное мировоззрение совершенно. То есть спорить с детьми. Их можно направлять своим примером показывать. Все, больше вы не можете детей никак воспитывать. Орать, кричать, в чем-то убеждать бесполезно. Только своим примером. И не важно, сколько вам лет. Работаете над собой, тогда и дети будут такими же. Вариантов нет. Вообще нет других. Поняла. Спасибо. Хорошо. Поехали дальше. Так, сейчас. Корене, прошу. Ребята, вот у меня, у кого высвечивается рука поднятая, вот тех и говорю. Корене, прошу. Включай в себе микрофон. Если ты тут у нас, да. И поработаем. Так, Арины нету. Татьяна Винокурова. Танечка, включай микрофон у себя. Добрый день, Дмитрий. Так, у тебя было... Ты сегодня на работу не поехала, да? Вообще волшебство. Я вчера сделала медитацию. Пока муж там занимался делами, я в машине бегом сейчас медитацию сделаю. И утром, ну, вечером сын пропоносился прям водой, а утром у меня. Я сегодня пошла на работу. Но у меня... Рассказывай вопрос. Но вопрос вообще в течение всей жизни у меня запах изо рта. Я им не занимаюсь, как бы плевательски к этому отношусь. Вот. Но я понимаю, что надо с этим работать. У меня там костри 10 лет назад выявляли. А что там, не знаю. Смотри, тут все просто очень. Соответственно, это кишечник. Кишечник – это гибкость мышления, способность что-то переваривать. Легко и просто. Надо находить категоричные убеждения, относительно которых ты вот не согласна, что вот должно быть так, так быть не может. Вот ни в какую вообще так не может быть. И убирать это все из себя, понимая, что мир разный бывает. И надо допустить его проявление вот как раз таки во всей красе. И тогда у тебя и запах изо рта пройдет, и гастрит, и все твои пройдут. Потому что гастрит – это очень жесткое обострение того, что ты что-то вот не перевариваешь, что-то не принимаешь что-то. Ну, это коротко, опять же. Понятно, тебе надо глубже смотреть и так далее. Но тем не менее. Благодарю, Дима. Вот у тебя с чем вообще есть моменты относительно, что ты в жизни вот не принимаешь? Вот не должно это быть вот. Ну, у меня был вопрос с алкоголем у мужа. Сейчас немножко ушло. Я с детьми, вот, порядок мне нужен, чтобы был. Хотя сама не всегда его поддерживаю. А я на детей прямо вот срываюсь по порядку. Я говорю, мне нужен порядок. Это самый лучший подарок для мамы. А давай вглубь заглянем немножко тебя. Я тебе позадаю глупые вопросы, а ты мне отвечай, не задумываясь, хорошо? Давай. Вот смотри, зачем тебе порядок? Вот для чего? Комфорт. Зачем тебе комфорт? Чистота. Да, хорошо. Почему ты стремишься к чистоте? Потому что всю жизнь в бардаке жила. Так, отлично. И что это был за бардак, в котором ты жила? От какого конкретно бардака ты отправиться хочешь? Бардак и в отношениях, и бардак в плане места, в плане деревни. Да, в плане комнаты, то есть вот это вот хаос, вот это все, и плюс в отношениях тоже такой же был пиздецок, нужно так сказать. То есть было отсутствие определенности, правильно? Да, у меня комнаты не было, желая с мамой. Я понял. Вот смотри, вот ты и по жизни несешь, соответственно, этот бардак, от которого хочешь избавиться, а дети его начинают проявлять. Соответственно, если ты изменишь идеализацию того, что, да, иногда может быть нассорено, и дашь бардаку место в жизни быть, тогда ситуация с детьми легко разрешится, ты будешь проще реагировать, и сама же будешь соблюдать чистоту в комфорте. И все. Просто немножко выйти за пределы этого убеждения. Ну, я сейчас у меня дома прям срач такой небольшой, я подзабила немножко. Срач, да? Ну, значит, сейчас должно быть так вот. Вот сейчас говорю я. Пусть я вот так вот пока. Муж молчит терпеливо. Я говорю, ну, придет время, я, конечно, все вымою, все вылежу, но сейчас, говорю, что-то вот хочется в этом хаосе пожить. Ну, я еще работаю. Когда начался? Ой, ну, это вот сейчас уже, наверное, 12 лет назад, как я была, геморрагический гастрит мне ставили. Я глотала вот эту лампочку. Я понял. Когда в детстве бабушка всегда говорила, что у меня запах изо рта. Даже я чистила зубы. Зубы у меня все были здоровые, но всегда у меня у дочери то же самое. Загиб желчи у меня. По папиной линии идет загиб желчи. Вот у дочери тоже запах. Смотри, давай еще запах изо рта я тебе расскажу, опять же, исходя из своей практики, что происходит. Вот ты говоришь слово срач, пиздецок, да, ты используешь такие слова в жизни. Вот такие вот все, ну, буду прямо говорить, мерзкие слова, как бы, они, да, полностью. Маты убирай из речи. Что это такое вообще? То есть, если, естественно, биополе там полно сущностей всяких, в чем я не сомневаюсь абсолютно, то, естественно, ты будешь продолжать материть. Сейчас пока не чищусь, но то, что они липнут, ко мне это сто процентов. Это мне уже говорили много раз. Ну, соответственно, я думаю, ты все поняла, короче. Благодарю. Хорошо. Поехали дальше. Значит так, мистер Вов. А, Карин, ты следующая тогда. Так, мистер Вов, прошу, как я могу к вам обращаться? Владимир, да, приветствую, Дмитрий. Вов, здравствуйте, рассказывайте. Да, слушай, есть проблемы с алкоголем, вот, и сейчас отсутствуют вообще силы на какие-то начинания, отсутствует мотивация, и зажата левая часть спины прям до поясницы. Вов, а когда пить начал, и в чем проблема? То есть ты в запои уходишь? Сейчас, да. А запои длительные? Ну, где-то, наверное, ну, сейчас недельные. Ага, недельные. А скажи, что ты пробовал с этим делать уже сейчас? Ну, да, конечно, обращался к психиатру-наркологу. И медикаментная поддержка. Ага, медикаменты. Так, хорошо. Когда у тебя это началось вообще? Я думаю, что активно лет 10 назад. А скажи, пожалуйста, а что тогда лет 10 назад случилось, что был за стресс, почему ты начал пить? Расскажи мне. Ну, разошелся с девушкой, с которой длительное время был в отношениях. Отлично. Ты сейчас сидишь, лежишь? Лежу. Ага. Можешь, пожалуйста, руки и ноги не скрещивать и глаза закрыть? Да, хорошо. Вов, сейчас будь добр. Вот переместись в эту ситуацию мысленно. Ты разошелся с девушкой, и вот был самый сложный пик вот этих негативных эмоций. И посмотри на себя со стороны. Что с тобой происходило? Ты сидишь, лежишь в той картине? Двигаюсь. Двигаешься. Ты на улице, ты в доме, ты где? Я на улице. Ага, хорошо. Сейчас останови его. Останови того Вову 10 лет назад. Возьми его за руки и загляни к нему в глаза. Не спеши никуда. Не спеши. Сейчас немножко поле расслабится. А теперь будь добр, повтори вслух за мной то, что я сейчас скажу. Родной мой, привет. Родной мой, привет. Я пришел, чтобы сказать тебе. Я пришел, чтобы сказать тебе. Что ты самое ценное, что у меня есть. Что самое ценное, что у меня есть. Я тебя очень люблю. Я тебя очень люблю. У тебя нет надобности. У тебя нет надобности. Чтобы пережить этот стресс. Чтобы пережить этот стресс. Да, у тебя нет надобности пить, чтобы пережить этот стресс. У тебя нет надобности пить, чтобы пережить этот стресс. Мы с тобой справимся. Мы с тобой справимся. Я тебе помогу. Я тебе помогу. Посмотри, как он сейчас выглядит. Я думаю, что успокоился. Ага, пронаблюдай образ дальше. Смотри, сейчас представь над ним луч божественной любви и света. Вот просто с небес представь над ним луч. Вот без всяких условностей. И скажи, родной мой, прямо сейчас. Родной мой прямо сейчас. Я даю тебе. Я даю тебе. Только уверенности. Только уверенности. Спокойствия. Спокойствия. Любви. Света. Света. И желания жить. Сколько тебе необходимо. Сколько тебе необходимо. Во всем родам и воплощению. Во всем родам и воплощению. Во все дни жизни. Во все дни жизни. И сейчас, Вовочка, наполняй, пожалуйста, свой образ светом и любовью. Это очень важно. И сообщай мне, как ты его сейчас видишь. Начинает улыбаться. Отлично. Отлично. Наполняй, продолжай. Пускай он полностью прям высветлится, превратится в столб света. Хорошо. И теперь обними его и забери его внутрь своего сердца. И распространяй ту энергию по всему телу, по всему биополю. Как ты себя сейчас ощущаешь? Пошла волна расслабления приятная такая? Да, я тепло потел. Отлично. То есть, давай коротко рассмотрим просто ситуацию. Подсознательно ты от того стресса до сих пор бежал все эти 10 лет. И приходилось спить, чтобы заглушить эту боль. Сейчас мы с ним немножко поработали. Нейронные связи потихоньку будут переключаться. И желание пить будет отпадать. Понятно? Да. Давай. Я тебе шлю света, любви. И бросай это гиблое дело, переключайся на спорт. Потому что души сюда стоят в очередь тысячами, чтобы опыт прожить, который мы тут проживаем. А мы тут все в страданиях. Так что не стоит. Давай, я в тебя верю, все хорошо будет. Вышел, благодарю. Так, дальше поехали. Коринев, отключай микрофон. Добрый день. Слышно? Да, конечно, добрый. Рассказывай. Да, Дим. Ну, если коротко, то несколько дней назад у меня начал дергаться левый глаз. Вообще такое никогда не было. Все думала, что это, что это. А вчера вывихнула левую ногу. И я думала, что это просто вывих. Даже консультацию провела. А потом она опухла нога. Поехала в травмпункт. Мне сказали, что у меня перелом. На стопе там какая-то косточка поломалась. И я вот, в общем, думаю, что это такое. А ты же знаешь ответ. Знаешь. Недавно устала от работы. Хотелось отдохнуть. Да, это точно. Ну, все. Отдыхай. Отдыхать в месяц. Да. Все, спасибо. Ну, подожди. Я тебе просто объяснить хочу теперь, да. Опять же, я же с вами общаюсь. Я же вас чувствую, как бы. Я энергетически вас просматриваю, вижу. Поэтому тебе и говорю, как есть. Просто сразу, да, без всяких этих вхождений. Смотри, просто такая ситуация получается. Ты не позволяешь себе просто отдыхать вообще в целом. Ты как и я, короче. Это очень важно. Вот. И приходится тебе, твое подсознание начинает финансировать негативные ситуации, благодаря которым ты позволишь себе наконец-то отдохнуть. То есть там полежать, в стену повтыкать и так далее. Понятно? Угу. То есть полурок души сейчас это позволит себе отдохнуть. Угу. Ну, я утром приняла это уже. И, честно говоря, два дня назад я была на разборе у психолога. Ну, в открытом разборе. И тема была трудоголизм. И мы, кстати, на это и вышли, что почему я себе не даю отдыхать. Она говорит, иди отдыхать. Я говорю, у меня срок три месяца. Она говорит, нужно там что-то сделать. Она говорит, ничего не знаю. И вот через два дня у меня вот так все вышло. В общем, я поняла все. Ну вот. Так что хорошего дня. Спасибо большое. Спасибо. Давай, на связи будем. Так, дальше. Нина. Нина, прошу, включай микрофон. Так, после Нины, соответственно. Ребят, вот вы когда руку поднимаете, она просто, поняли, опускается. Я потом не вижу через время. А потом будет Лена. А потом вот бабочка будет такая красивая. Просто имя не написано. Ниночка, привет, говори. Дим, привет, добрый день. Очень рада тебя видеть, слышать. У меня такая проблема, наверное, в течение двух месяцев уже. Вот где плечи сходятся сзади. Или как сказать, где лифчик застегивается. Где крылья? В этом месте. Да, 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 крылья. Ну и кто тебе их перевязывает? Вот, не знаю, вот просто страшные боли, как я массажист самозанятости, ты знаешь, да? Да, я помню. Просто боль. Ложусь вечером, болит все. Вот мне надо, чтобы муж меня на ночь натер. Или мне хочется, чтобы банки взяли. И вот банками мне хорошенько по спине прошлись. Кожа болит в этом месте. Вот просто, ну как боль. И не отпускает. И уже и везде терапевта была. И массаж не отпускает. Ну, отлично. Давай сейчас отпустим. Готово? Давай. Когда это у тебя началось? Ну, вот, наверное, месяца два назад. Вот именно что так сильно. Оно было, приходило, уходило, приходило, уходило. А сейчас вот последнее время вот ежедневно уже. Я понял. Месяца два назад что за конфликт у тебя был какой-то? То есть, вот после того конфликта, вот тогда и начались эти боли, соответственно. Тело просто соматически вытеснило это туда и все. Ну, наверное, конфликт с мужем. Не принятие его тем, что я хочу заниматься. Или то, что я иду в духовность. Вот это вот что это. Как ерунда все это. Ну, я же тебе поэтому сразу и сказал, кто тебе связывает крылья. Ты помнишь, когда мы только начали? Вот. Соответственно, значит, выход из твоей ситуации, да, то есть, то, что вы там спину мажете, это все, или там таблетки принимаете, это все типа убегание, замазывание проблемы. То есть, мы замазываем проблему и замазываем спину, понимаете? Одно и то же на самом деле. Значит, тебе надо с мужем все это проговорить. Твоя задача быть честной с собой, делать то, что ты хочешь и убрать самоподавление. И расправить крылья. Вот прямо сейчас расправляй их, ты тем более перезагрузку проходила, ты про них прекрасно все знаешь. Давай, расправляй прямо сейчас. Как сейчас ощущения? Мурашки по телу, я прям вижу, как они свернуты прям были. И мне захотелось сразу в медитацию под водопад и под водопадом тоже расправить эти крылья потом. Прямо сейчас запускай водопад. То есть, и пускай вот они сейчас прямо распускаются. Пускай весь этот негатив уходит, уходит все самоподавление, все вот эти вот непроговоренности. Это мы энергетически сейчас работу проделаем, сейчас у тебя боль пройдет прямо сейчас. Но, если вы с мужем не проговорите, боль будет возвращаться. То есть, понимаете, вы когда задаете какой-то вопрос или с проблемой заходите, ответ сразу там. Сразу же. То есть, не надо там далеко бегать, ходить. Проблема как бы на поверхности всегда находится. Но я думаю, тебе понятно все, Нин? Да, все понятно. Большое спасибо. Давай. Я тебе шлю исцеление, так что готовься. Сейчас все хорошо будет. Благодарю. Благодарю. Спасибо. Так, поехали дальше. Значит, сейчас, ребята, подождите. Давайте так сделаем сейчас. Лара, Лара. Потом Люси будет. Лара, Лара, прошу, включай у себя микрофон. Ждем пять секунд. Так, хорошо. Тогда Люси, прошу, включай, Люси, у себя микрофон. Вот, у Люси правильно написано. Дочь Бога. Отлично. Daughter of God. Привет. Здравствуйте. Привет. Рассказывай, с чем столкнулась, что беспокоит? Я вообще, на самом деле, не ожидала, что я попаду. Я пытаюсь поработать, кому это необходимо сегодня. Да, правильно подметили насчет моего никнейма. Ну, я просто, правда, очень сильно верю, но я как бы такой современный верующий. Ну, правильно. Мы все современные верующие, а тут понятия уже изменились очень сильно относительно тех, которые были. Ну, что ж, а как я могу обращаться? Люси, какое имя? Людмила. А, Людочка, рассказывай, с чем столкнулась, что тебя беспокоит, тревожит? Так, у меня на протяжении, ну, наверное, всей жизни созданы язвы во рту с самого детства, но в детстве их было намного больше, то есть тогда я еще и параллельно страдала ангиной, сейчас это намного... То есть я когда понимать начала психосоматическую причину, то есть когда ты что-то недоговариваешь, ну, действительно, у меня характер какой-то более мягкий был раньше. Я не боялась как-то проявляться, вот, ну, и это было до определенного момента, вот, до, как бы, наверное, переломных моментов. Задавай вопрос, переходи к вопросу сразу. Вот, вопрос, язвочки вообще, какая самая основная причина? Нежелание проявляться, что-то говорить, что чувствуешь, и все. То есть тебе нужно просто это позволить, а раз у тебя ангины были, значит, пятый центр блокировался, вишудха, да, чакра у нас. То есть были самоподавления, соответственно, у тебя задача сейчас, наоборот, проявляться и всегда быть честной с собой, это первое. И второе, выражать все свои эмоции и чувства открыто, без самоподавления. Они сами пройдут, ты это увидишь. Ага, так, и сейчас я просто еще, ну, вообще уже ангина намного реже, нет, то есть когда прям сижу, если заболею, то да, вот, намного реже. И язвочки, соответственно, тоже их меньше, но сейчас я поставила брекеты, и, ну, это провокация как бы такая. Но вместе с этим мне хочется больше открываться миру. То есть я вот, например, стесняюсь блогерством заниматься, хотя мне, ну, меня это очень привлекает. Хочется мысли, но стеснение. Вот это тоже. Отлично. Смотри, значит, соответственно, это работа в зависимости от чужого мнения. То есть реально будет здорово, если ты начнешь закидывать какие-то видео в YouTube, чтобы у тебя было как можно больше хейтеров, которые пишут гадости. Таким образом ты прокачаешь вот эту зависимость от чужого мнения, тебе будет все равно. Другое же дело, еще было бы хорошо тебе пойти на курс ораторского искусства методик поработать. И все это пройдет. Да, вот об этом не думала, спасибо. Во благо. Ну, просто говорю, опять же, как бы из опыта работы с людьми. Вопросов нет больше? Ну, я могу еще дать, не против. Да, прошу. Спина болит, но это понятное дело, что это с профессией, связанной я бьюти-мастер. Но это было еще до того, как я стала бьюти-мастером. То есть... Переместись, это боль, где она находится? В пояснице, это средняя часть спины или это вверх? Нет, нет, это ближе к шее. То есть это вот ближе, вот даже отдает в затылочную часть, и это вот периодически происходит. То есть вот как будто сжато все. Вот именно то. Смотри, мы сейчас не будем там в подселенческие моменты, да, опускаться как бы того, что на энергетике происходит. Но как минимум, про шею я сегодня говорил на эфире, может, слышала, да, соответственно, может, с чем-то тяжело согласиться, либо кому-то сказать нет. То есть нужно здесь работать, опять же, с тем, как ты будешь проявляться с другими людьми честно и открыто по отношению к себе. То есть почувствовала, сделала, соответственно. Это основа, и у тебя все это будет уходить. То есть есть на ютубе видео у меня, оно называется, по-моему, как устроен мир, я не помню. Там есть все, что нам нужно с точки зрения мировоззрения для того, чтобы это использовать как черты характера. И у тебя все эти болезни ушли, потому что они, видишь, у тебя все связаны с проявлением себя. Ну, как бы так или иначе, вот это все в районе Бешутхи, я так понимаю. И на самом деле я стала замечать, когда я стала над этим работать, и действительно, когда я больше стала говорить нет, больше проявляться, действительно меньше стала. И то есть это все как-то плавно проходит, и, соответственно, жизнь, ну, правда, качество жизни тоже меняется. Ну, я тебе скажу по твоему будущему, что тебя ждет. Ты это все проработаешь внутри себя, и ты еще сама будешь чуть ли не ораторское искусство людям вести. Поэтому, когда мы с какой-то проблемой сталкиваемся, вот как я, почему я обо всем говорю, и могу позволить себе разбирать те или иные ситуации житейские. Потому что, во-первых, сам 8 лет болел, и сам все это проходил, и со многими болезнями справился. И, соответственно, помог очень многим людям. Поэтому сейчас, как бы, сразу говорю, что вам лично делать непосредственно на энергетике и на мировоззрении. Потому что у исцеления есть, как бы, две составляющие. Первая – это исцеление быстрое. Вот, например, мы с Ниной работали, да, я сразу говорю, у тебя крылья перевязаны, то есть расправим. Ну, там уже идет тема, как бы, более глубокая, нежели простое общение между людьми, да, потому что там идет чистка от подселения, распаковка божественности, и она уже все это знает. Я поэтому с ней, ну, она все понимает, о чем я говорю. А вот, допустим, когда люди не посвящены еще не в теме, да, немножко вот этой, приходится работать с мировоззрением, то есть то, как мы воспринимаем себя, в первую очередь, и мир. Вот, поэтому и говорю о том, что нужно изменить в себе, чтобы максимально быстро все пошло. Понятно? Да, у меня аж прям... Благодарю вас. Да, рад был слышать. Приятная у вас энергетика, и спасибо всем, кто здесь. Спасибо. Да, еще увидимся обязательно. Так, теперь Таня, поехали. Включаю себе микрофон, Тань, рассказывай. Опять же, я просто смотрю, у кого... Привет, да, добрый день, рассказывай. У меня в последнее время интересно складываются события, и я сейчас стою на перепутье, как бы, в дальнейшем своей жизни, и, ну, естественно, есть страх, ну, во-первых, у меня прыщи, которые тут проходят, хотя и смузи, и зеленое, все хорошо, и голодное, все прекрасно. Вот. Дело в том, что у меня есть выбор или оставить все как есть, и как бы хавать. Попало не надо. Или немножко изменить свою жизнь, или изменить ее тотально. То есть, ну, кардинально, то есть с переездами. Я всегда мечтала жить... Что ты улыбаешься? Всегда мечтала жить на море, и подыскиваю себе как эту работу приглядную. Вот. Смотри, я улыбаюсь, я улыбаюсь, потому что у тебя очень много важности, которые ты накидываешь. Я могу жизнь чуть-чуть... Вот, я поэтому и пойму, что я вообще за такое, за романтистикой. Во-первых, смотри, если у тебя есть прыщи, значит, ты где-то сама себя в чем-то стесняешься, и это проявляется, как правило, в стеснении относительно своих решений. Если у тебя сейчас жизнь подвешена, в каком-то состоянии находится, и ты о чем-то мечтала, то надо эти мечты реализовывать. Когда ты их будешь? В 60 лет, в 80 реализовывать. Поэтому надо здесь... Ну, там уже страшно, там уже в 60-е уже буква Ю, погнали. Ну, это понятно. Поэтому первое, бери сейчас, реализовывай все, что хочешь, потому что ты должна понять, мы решения принимаем либо из любви, либо из страха. На данном моменте у тебя, часть тебя хочет уцепиться за эти страхи и ничего не делать, чтобы все оставалось таким, какое оно было, и оставалась вот эта вот, как это называется, стабильность. А другая часть тебя хочет из чего-то нового, получается. И у тебя, получается, энергетическая ситуация такая. Новое еще не зашло, старое до конца не вышло. На эту тему есть видео на Ютубе у меня, оно так и называется. Старое еще не зашло, старое еще не вышло, новое не зашло. Посмотри, я там рассказывал, что делать. Старое не зашло, новое не вышло, да? Старое еще до конца не вышло, новое не зашло, да. Посмотри это видео, там все поймешь. Благодарю. Поехали дальше. Так, давайте... Да, Лара, да, давай, давай, прошу. Большое. Я вот с проблемой артроза, коленных суставов, проблемы уже давно. Все легко вообще. А? Все легко с твоей проблемой вообще. Давай работать. У тебя сейчас телефон в руке, ты в наушниках? На громкой просто. О, отлично, то, что мне надо. Смотри, значит, артроз когда начался? Лет 15 назад. Перед кем ты тогда не хотела на колени вставать? С чем не соглашалась? С кем были конфликты? Кто это был? Ну, вообще, ярко это проявилось начальник мой бывший, наверное. Тогда вот как бы пик такой был. Но я думаю, что вот когда делала медитацию на болезни, вот сейчас перед эфиром, вышло, что отношения с мамой. Но отношения с мамой у меня всегда в проблеме, потому что мама у меня очень контролирующая, подавляющая такая, и я всю жизнь от нее бегу как бы. И при этом испытываю чувство вины, потому что все время, ну, живу в... Я, ну, как бы работала с этим, но до конца, наверное, не прогрузила. Я живу все время с... Да, все. Смотри, что мы делаем. Я тебе сейчас скажу, что сделаю, только, пожалуйста, сделай, хорошо? Вот прям сейчас. Хорошо, хорошо. Сейчас вставай на колени, закрывай глаза. Закрыла. И поставь маму ее образ перед собой. И обрати внимание, боль в коленях усиливается. Нет. То есть спокойно, ровно? Ну, есть ощущение, но это не сильная боль. Отлично. Ставь начальника перед собой. И обрати внимание на колени. Ну, как бы тяжесть пошла в колени, но тоже не сказать, что боль, но просто тяжесть тяжелая становится. Ага, хорошо, отлично. Ты вот сейчас, стоя на коленях, как ты себя вообще чувствуешь? Да. Ничего? Ага. Да, нормально. Нормально. Нормально ровно. Не поднимаются ли такие эмоции, как, знаешь, будто бы ты унижена или подавлена? Нет, такого нету. Ага. Хорошо. Тогда смотри, что делаем. Сейчас садись максимально удобно. И ставь перед собой образ твоей мамы. И скажи, как ты ее видишь? Она стоит, сидит? Сидит. Голову слонила. Отлично. И повтори вслух за мной. Мама, привет. Мама, привет. Я тебя вижу. Я тебя вижу. Слышу и чувствую. Слышу и чувствую. Я пришла, чтобы сказать тебе? Я пришла, чтобы сказать тебе? А теперь выскажи себе с позиции того, чтобы ты хотела за всю жизнь сказать. Опять же, с позиции негатива можно и нужно. Я устала, как ты хочешь меня видеть. Ага. Еще? Я не хочу больше контроля. Я не хочу больше отчитываться. Я хочу жить ту жизнь, которую я хочу. Я очень хочу жить без этого груза и чувство вины, что я в каких-то моментах просто ненавижу тебя. Отлично. Контроль за то, что ты плавляешь все время надо мной. За то, что заставляешь это все испытывать. Я не знаю, как от этого избавиться. А сейчас мы от этого с тобой избавимся. А теперь продолжай дальше. После твоих слов, как мама выглядит? Как ее образ выглядит? Она так и продолжает сидеть. Ну, не укор там. Я это вижу. Это всегда такая поза с укором. Она может ничего не говорить, но это такая вот злость в ней такая сидит, что ли. Отлично. Смотри, вот ты и выговорилась. Как ты сейчас сама себя чувствуешь? Обрати внимание на тело. Ну, левое колено тянет. Я сейчас села. Вот ноги вытянуты. Левое колено тянет сильно. Вот. Значит, это все равно с мамой связано. Левая сторона женская. Вот как раз у нас и мама. Давай дальше работать. Значит, смотри. Теперь считай, пожалуйста, информацию. Чего твоей маме по жизни не хватало, чтобы убрать этот контроль, чтобы любить, чтобы расслабиться? Чего ей не хватало? Любви, может быть, спокойствия, денег. Да, ей не хватало своей жизни. Я просто... Она потеряла первого ребенка и развелась с моим отцом. Он был алкоголиком. И она спасла меня в центре своей жизни. И на мне вот такая зацикленность. И я вот этот вот то, что несу. То есть она меня все время в партнеры тянет. Я это все прекрасно понимаю. Но я не знаю, как раздавать эту связь. Стой, 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 стой. Ларочка, а бабушка твоя, которая вот по маме по твоей, да, идет по линии, а у нее какая судьба была? Такая же? Такая же. Я понимаю, что у меня какой-то родовой сценарий, но я не могу понять, как мне его отработать. Да, сейчас мы его отработаем. Не переживайте. И главное, расслабься. Если слезы идут, то отпускай их, выплакивай. Эмоциональный канал надо отпускать. Не сдерживайся, пожалуйста. Тут стесняться некого. Все свои. Значит, сейчас мысленно поставь перед собой бабушку твою и маму. Вот они рядом обе. И смотри, что сейчас происходит. Вот сейчас внимание особое. Сейчас бабушка обнимает твою маму. Обнимает. Сзади них стоит ангел большой. Светлый ангел. И он следит, чтобы между ними поселилась настоящая искренняя любовь. Просто наблюдая эту картину. И посмотри, как твоя мама чувствует себя в объятиях бабушки. Бабушку ангел обнимает. Ну, мама сейчас развернулась и тоже повернулась к бабушке и плачет у нее на крючке. То, что нам надо. Вот дай ей выплакаться маме сейчас. А ты сейчас просто вот помолчи и наблюдай за картиной. Я сейчас твоя бабушка. Я сейчас передаю мыслеформу твоей маме следующую. Как маму твою зовут? Мария. Ага. Я бабушка, поняла? Голос бабушки. Машенька, я тебя очень люблю. Ты самая светлая, что у меня есть. Я прошу у тебя прощения за все плохие и негативные поступки. Пусть в нашем роду царит мир, любовь и благополучие. И смотри, что дальше происходит на картине. Ну, они вместе плачут. Отнимаются. Отлично. Теперь смотри, что мы делаем очень внимательно. Над ними, над обеями луч божественной любви и света. Бог приходит и наполняет их светом, любовью, пропитывает спокойствием. Это все превращается потихонечку в прекрасный, очень яркий столб света. Обрати внимание. И теперь возьми, обними этот столб света и в область, где у тебя болит колено, всю эту энергетику забирай прямо сейчас. Колени это всегда рот, это категоричность. Но это мы сейчас разберем. Забирай туда весь свет в колено. И обрати внимание, как колено сейчас реагирует. Ой, стал отпускать, Дмитрий. Я не верю, что так бывает. Да это обычная работа. Так бывает. Сейчас полностью боль уйдет. Да, и время. Может, в физике иногда надо немножко перестроиться. Но сейчас все уйдет. Сейчас все будет хорошо. Как самочувствие? Натяжение ушло, реакция. Это нормально. Это так и должно быть. Как ты? Мне классно. Я так благодарна, что я наконец-то нашла путь. Понимаешь? Я столько иду, как-то я и в расстановки ходила, и в психологов. Дима, я тебе так благодарна. Я хочу попасть на консультацию. Да мы вот же общаемся, все нормально. Зачем на него подходить? У меня еще с дочкой куча проблем, конечно, которые надо решать. Ну, решим все. Все решаемо. Смотри, мы сейчас, вот первый этап. Мы поработали немножко энергетически. Наладили энерготоки в роду. Сейчас колени начнут у тебя выздоравливать потихоньку. Дай им время. Теперь на физике. На физике. Твоя задача проделать сложную задачу. Я объясню. Первое. Это честно высказать маме, реально на физике, все, что ты чувствуешь. Если не можешь высказать, написать ей письмо. Второе. Взять и перестать с ней общаться. Если она как бы тебя не слышит. Чтобы был задел по времени, когда все переосмыслят, друг друга полюбят, и вы начнете общаться. Понятно? Да, я поняла. Я как раз уезжаю завтра в отпуск, и она очередной мне скандал устроила. Потому что я ее бросаю, пускаю. Ну, это ненормально. Ты должна жить своей жизнью и быть счастлива. Единственный проект в твоей жизни – это ты делай себя счастливой. Она пускай своей жизнью занимается. Это ее задача. Представляете, если бы все люди занимались своей жизнью. Было бы счастье. Все спокойно. Хорошо, Ларочка. Тогда на связи будем. Обнимаю. Все. Я благодарю. Да, я приду еще. Спасибо, Дима, огромное. Спасибо всем. Спасибо. Во благо. Так, Оксана следующая. Нет, стоп. Елена. Елена, потом Оксана. Леночка, вот включил тебе микрофон. Можешь включить у себя. Ага, прошу. Да, здравствуйте. Я тут уже половина ответа получила. Дмитрий, подскажите, пожалуйста, у меня адамиоз и вот обильная менструация третий-четвертый день. Ну, третий-четвертый день – это немножко не то, с чем я работаю, с точки зрения… Мне бы какое-то хроническое заболевание, которое долгое время присутствует. Вот он, адамиоз и плюс еще там узел в толще матки. Ну, типа как миома. А, я понял, все хорошо. Лен, смотри, матка – это творение. То есть вот мы там детей творим, жизнь творим. Соответственно, это проявление твоего творчества. Любые заболевания или блокировки там – это самоподавление и отсутствие того, что ты не делаешь то, что хочешь. И все. Если ты начнешь делать то, что ты хочешь, быть честной с собой, принимать наилучший, наихудший вариант развития событий, то в целом у тебя это пройдет за полтора месяца. Опять же, с учетом скорости обработки информации. Ну, я ушла с работы, начала делать, что я хочу, это уже полгода. То есть ты ушла с работы и полгода, короче, ты делаешь то, что ты хочешь ежедневно? Ну, да, я занимаюсь репетиторством, работаю сама на себя. Ну, тогда так кайфую. Вот этот процесс. Понимаешь, вот этот сам процесс, делаю, что хочу, он не только в работе может проявляться. Может быть, у тебя с родственниками какие-то не такие отношения, либо там с мужем, ну и... Мама, мама. А, ну вот. Значит, вот надо с мамой все проговорить, соответственно, расставить точки над «и», убрать мышление о том, что мама – это святое, и вообще с ней нельзя переставать общаться, надо только общаться, с ума сходить и свою жизнь ей посвящать, быть честной, и у тебя тогда это уйдет. Потому что в основном проблемы по половым органам – это всегда связано либо с противоположным полом, либо с проявлением себя в этом мире такой, какая ты есть. То есть с материализацией тех или иных ситуаций, скажем так. Ну, коротко, если совсем. Спасибо. А еще такой вопрос. Да, прошу, Леночка, говори. Отрыжки воздуха у меня тоже лет 7 после родов начались, и вот рефлюкс, изофагенит ставят, и все, и как бы толком не лечится, ну вот, и глотала, ФГС делала, и отрыжки не приходят. Как это исцелить? Да, и вообще чего это, что мне это показывает? Это не физика? Я имею в виду, во время родов, соответственно, не было никаких нарушений? Физических конкретно, механических? Вот меня это интересует. Было многоводие, и плюс эпизия, и пятикратное обвитие ребенка. Ну, тяжелые роды были. Ага, то есть это могло привести к каким-то механическим повреждениям, из-за которых начались отрыжки? Если да, то это, конечно, вопрос... Я хотела спросить, а то мне становится какое-то время лучше. Я думала, с диафрагмой связанно занимаюсь, я йогой там, то есть как бы работаю над этим, но, тем не менее, они есть. У меня такое ощущение, что они как-то психологического плана. Психологического плана, отлично, хорошо. А когда, Лена, они у тебя максимально проявляются? Когда ты с какими-то людьми находишься, может быть, определенными, либо когда в конфликтных ситуациях? Когда эти отрыжки проявляются? Они независимы от еды. Бывают больше ближе к ночи, к вечеру, перед сном. Бывает, не могу заснуть. И заметила, почему психологического вот была авария год назад. И прямо после аварии минут через 3-4 начали жуткие отрыжки. То есть я поняла, что это 100% на нервную почву. Я ничего не ела. То есть как бы рефлекс тут ни при чем. Смотри, ну, буду прямо тебе говорить. Я не хочу там тебя пугать. Я всегда со всеми честно говорю. Возможно, сущность зашла. Определенная. То есть она это вызывает. То есть я думаю, вы видели, может, церковный экзорцизм, когда там начинают бабушки тявкать, рыгать, отрыгивать и кричать что-то. То есть может такое проявление быть. Это один из вариантов. Другое дело, что смотри, если вот была та авария, и ты пережила сильный стресс, что тебе сделать нужно? Ты возвращаешься мысленно, как мы сегодня, да, с некоторыми участниками работали в ту ситуацию, и из аварии себя выводишь, да, соответственно, и отводишь в безопасное место, чтобы та ты, Лена, оттуда могла расслабиться. Ну, надо, опять же, понимаешь, в долгосрок эту динамику отследить этих отрыжек, понять, потому что у тебя непростой запрос, сразу тебе скажу. А можно к вам как-то на личность и сущность посмотреть, Дмитрий? Можно, конечно, потом мы спишемся. Надо вам сначала посмотреть, как этот процесс проходит. Он один раз в жизни делается, опять же. Но, тем не менее, да, спишемся, я все скину, посмотрите, оцените, готовы ли вообще к этому. Потому что это очень такой, очень сильный духовный процесс, к которому не все люди, откровенно говоря, готовы. Поняла, спасибо. Хорошо, тогда будем на связи, Леночка. Так, поехали дальше. Так, теперь Оксана. Оксан, включил микрофон, а потом вот девушка с бабочкой. Вот, я уверен, мы по-любому давно знакомы, но имя не прописано. Оксан, говори, хорошо. Потом Юля будет. Здравствуйте. Я хотела спросить, вот у меня, допустим, ребенок, ну, мы разошлись с мужем, и потом обновили свои отношения, но потом ребенок начал грызть ножки. Ногти? Да, дошло до того, что он грызет на руках, прям до крови, просит пластырем заклеить, и уже на ногах. Ну, как-то меня это тревожит, и я не могу понять, потому что ребенку вроде бы как нужен, и с другой стороны, ну, отношения у нас такие, которые не хотелось, чтобы ребенок повторил. И вот. А, ну, так вот в весе очевидный, Оксаночка, ну, момент. То есть у вас на данном этапе, прямо сейчас, такие отношения, которые не хотелось, чтобы ребенок повторил, правильно? Ну, да. Ну, значит, ты смотри, что происходит. Он говорит, ноги – это готовность идти в будущее, его формировать и принимать решения. Вот он грызет там ногти, потому что тебе не хотелось бы, чтобы у него было такое будущее. Руки – это проявление творческой энергии, созидание своей жизни. Вот он все и грызет. Поэтому вам либо что-то менять в отношениях с мужем, либо, ну, либо никак. Он же просто считывает энергетику вашей пары, она искажена, то есть там негатива хватает, поэтому он и грызет это все. Дети – это всегда отражение нас обоих, то есть и мужчины, и женщины вместе взятых. Понятно? Понятно, да. Просто я как-то хотела восстановить отношения для того, чтобы ребенок знал, ну, что такое отец, скажем. И меня зацепили слова, когда муж сказал, говорит, кто я такая, чтобы лишать ребенка отца. Ну, вот. Оксана, смотри, это уже, во-первых, давай прямо говорить, манипуляция со стороны мужа, самая натуральная, это первое. Второе, ты не должна жить ради детей с человеком, с которым у вас ужасные отношения. Ты должна жить ради того, чтобы быть счастливой. Я вам об этом постоянно, вообще всегда, везде говорю. Если вы не живете ради себя, не делаете себя счастливым человеком, за вас это никто не сделает. Остальные все будут вами пользоваться всегда. Не интересует никого наше личное счастье, понимаете? Никого. Ни родственников, никого. Понимаешь? Да, да. И потом, получается, ребенок начал грубо общаться со мной, хотя до этого как-то не было такого грубого общения со мной. Вот. И мы как-то разошлись, скажем так, снова на время, вот на два месяца. Как-то я отдохнула от этого морального подавления, скажем так. И вроде бы как стало легче, мне почему-то снова хочется вернуться туда, хотя там абьюзивные отношения. Не могу понять, почему. Смотри, все просто. Понимаешь, что нужно с абьюза выходить, но... Ты должна отдавать себе отчет через алгоритм работы души. Если ты себя уговариваешь, значит, твоя душа говорит, нет, тебе не надо это делать. То есть, если ты себя долго уговариваешь, понимаешь, значит, не надо. Душа говорит, не надо. И для того, чтобы принять решение, ты представь себя в этой ситуации и представь себя в противоположной ситуации. И иди туда, где тебе легче. То есть, вот ты же сама все ответы на все вопросы дала. Просто будто бы тебе нужен какой-то авторитет, который тебе скажет, Оксан, блин, тебе пора как бы заниматься своей жизнью. Если ты видишь, что ребенку полегче стало, пока вы были не с мужем вместе, ну, наверное же, значит, туда и надо идти, потому что там же счастье. А тебе надо его позволять. Поскольку ты сама энерговампир, тебя он вампирит через чувство вины. От него надо избавляться, потому что чувство вины – это абсолютно навязанный бред всем. Вина вообще переводилась со старорудского как жизнь. То есть, мы живем жизнь. И все. А не виноват от себя и из чувства… Понимаете, когда вы делаете из самоподавления, из чувства вины, через напряжение, результат всегда будет очень плохой. Всегда. Если вы делаете с удовольствием, в радости, со стремлением создать будущее, в котором вам, в первую очередь, будет хорошо, тогда и остальным хорошо. Потому что остальные – это наше порождение, и все. А твой муж, он прекрасный нынешний. Он работает на тебя. Он из тебя выбивает все твои вампирские качества и приводит тебя к более большему объему принятия мира таким, какой он есть. И еще он тебя заставляет самостоятельно наконец-то принимать решения в своей жизни, которые ты с самого детства никак самостоятельно принять не можешь. Поняла? Ну да, есть такой. И просто как-то страх отойти, мне кажется, как-то бездна неизвестности. Вот это немного, наверное, страх пугает, вот этого неизвестности. А куда дальше? А что дальше? А как дальше? Ну, это зацепка за стабильность. Смотри, это зацепка за стабильность. Я уже хожу по кругу третий раз, и вот как-то я понимаю, что нужно уже, пора как-то двигаться дальше. Конечно. Во-первых, первое, это зацепка за стабильность у тебя. Второе, Бог никогда не кидает людей, которые идут путем своего сердца. Никогда. Вот если ты делаешь так, как ты чувствуешь, все с тобой будет в порядке. Если ты будешь сидеть и бояться на месте, ты себя будешь дальше продолжать разрушать, и ситуация будет ухудшаться. Твой ребенок тебе показывает тебя. Это ты внутри себя, на самом деле, себе сама ноги отгрызываешь и руки, потому что не хочешь действовать и брать ответственность из-за страхов. Поняла? Да, страх, потому что ребенок тянет, ну, то есть я понимаю, что я тяну ребенка, если я в какую-то, извините, говно влезу в жизненное, то есть ребенок за мной полезет. И вот как-то эта ответственность пить ребенка мне не дает сделать шаг, и я думаю, нет, я лучше стоп, на месте постою, чем сделать что-то не так. Нет, это ты себя оправдываешь. Это ты себя оправдываешь через призму того, что боишься действовать, и выдумываешь причину, что якобы вот я там за ребенка переживаю. Запомните, все мы переживаем только за себя и за свою шкуру, больше вообще ни за что. Надо себе честно в этом признаться, нормально это принять и через это взаимодействовать с миром. И все. Поэтому принимай решение не из страха, а из любви к себе и действуй так, как ты хочешь. Все. Благодарю. Попрос. Так, дальше поехали. Коля, Николай, значит, включил тебе микрофон. Ребята, у меня просто поняли, на экране руки опускаются. Я вижу, что некоторые поднимали, вот потом с Игорем поговорим. Ага, вот сейчас я включу микрофон, где бабочка, да? После Коли пообщаемся тогда. Коль, прошу, рассказывай. Рад тебя слышать. Дим, привет. Да, смотри, какая ситуация происходит. Сейчас все в жизни, отношусь к ней просто и легко. Жизнь, такое ощущение, как будто проверяют на прочность. Сначала по работе там пошли убытки, потом там с машинами начали ломаться. Ну, стою, наблюдаю. А вот последние несколько дней, что происходило? У меня были на бассейне, ребенок прыгнул, разбил голову. Ну, все нормально. То есть в больницу попали, зашили. Все, анализирую, проверяю, что и как. Сегодня даже пытаюсь проверять, почему это все происходит вокруг. И тут только начинает приходить, как говорят, распаковка, да, информация. И здесь звонок от отца, и он разрубал новую. Ну, тоже срочно надо везти в больницу. Вопрос в том, это действие проверяют меня, все, что вокруг происходит, или это я заставляю это так все делать? Смотри, фишка в том, что ты играешь роль спасателя в перебор. Поэтому эти ситуации формируются. Тебе нужно немножко своей жизнью заняться и иметь желание на самого себя, и все. И вот эти ситуации пропадут. То есть ты в перебор всех других спасаешь. Тебе нужно немножко покайфовать самому от жизни и поделать то, что ты хочешь. Ты когда последний раз делал то, что лично ты хочешь? Ни дети, ни жена, ни семья, а именно ты. Я делаю чуть ли не каждый день. Я кайфую от жизни. Я даже кайфую от того, что происходят вот эти вот негативные вещи. Скажу так. Не то, что кайфую, получаю удовольствие от того, что оно произошло, но произошло не настолько критично, и я все принимаю легко. Хорошо. Как у тебя с этим комплексом спасательства? Скажем так, стараюсь людям не помогать, пока не попросят, и даже совет не давать, пока не попросят. Ну а так, конечно, хочется всегда кому-то что-то посоветовать, подсказать. А себя это останавливаю. Ну, видишь, получается, смотри, какая ситуация. Опять же, если запись переслушаешь нашего разговора, получается, сам себе врешь, короче говоря. Вот. Что я вроде и кайфую целыми днями, и все принимаю, а по факту, как бы, ну, когда я тебя спросил, ты, как бы, спасаешь других? Нет, я молчу, но всегда хочется сказать. То есть, поэтому я тебе изначально и сказал то, что почувствовал. Это ж не я вам говорю то, что, соответственно, в ваших ситуациях происходит. Это ж через меня передают. Я просто, грубо говоря, передатчик, и все, не более того. Поэтому я бы поработал этим комплексом спасательства, это первое. И все-таки реально бы в единстве души и разума кайфанул от чего-то, чего, ну, вот именно тебе хочется. Потому что ситуации критичные. Кто-то ногу разрубил из родных и близких. Причем, обратите внимание, мужики, да? У мужиков это происходит, не по женской линии. То есть, ребенок голову разбил. Это ненормальная ситуация. Это ситуация, что-то тебе показывает. Ну, дочка разбила голову. А, дочка, да, соответственно. То есть, по женской тоже, получается, у нас происходит. Но я думаю, ты ситуацию в любом случае анализировал. Опять же, смотри, как на это жена реагирует. Какие поднимаются у тебя лично страхи в эти моменты. Чувствуешь ли ты раздражение, когда надо всех ехать и спасать или нет? Вот в эту сторону подумать. Ну, попробую. Ну, как бы не было. Все было настолько спокойно. Я приезжаю, удивительно успокаиваю маму, которая там помогает папе. Говорю, все спокойно, все нормально, все, поехали. Приехали. Притом, что самое интересное, звонок была паника. Когда приехал, смотрю, не все так проблематично. Когда приехали в больницу, я его привез в больницу, он и сам уже и ходит. И все, не настолько все, оно как бы страшно. Так, а как у тебя отношения с мамой, с твоей? Хорошо, но есть некоторые, можно сказать, не то, что недопонимания. Она не воспринимает меня, потому что я немножко ей рассказываю уже про духовные вещи. А она, наверное, стесняется, как бы сказать мне прямо, что... А смотри, а скажи, а бывает такое, что мама слишком нуждается в твоем внимании? Не замечал. То есть не нуждается? Она не наяривает тебе по сто раз в день? Нету такого там? Нет, раньше было, она просила, почему ты мне там не звонишь. Я говорю, мам, у нас своя жизнь, мы живем, все. Ты там, ты там, надо будет, я позвоню, все. Может, она в себе там и крутит, но такого, чтобы она доставала, именно там названила, либо просила что-то приехать сделать, такого нет. Ага, я понял. А вот скажи, пожалуйста, когда у вас какие-то сложные ситуации приходят, у мамы спасатель включается? О, мама даже знает, что они происходят. Она начинает звонить, она чувствует. А, ну так вот и проблема вся. Вот мы ее с тобой нашли. То есть критичные ситуации запускают в маме механизм спасательства, в котором она чувствует свою значимость. Она нужна. Вот и все. Вот так вот это происходит. Она же всегда помогает, все чувствует и звонит. И что мне с этим проработать? Ой, тут, конечно, как проработать? Тут с мамой надо общаться. Тут надо убирать ее беспокойство, желание всем помочь, и чтобы мама переключалась на свою собственную жизнь и сама занималась ей. Это единственный вариант. Тогда вот эти вот все критичные моменты просто отпадут, их не будет в поле в вашей семье, в вашем роду, и все. Поэтому с вами, наверное, прямо поговорить и сказать, мам, смотри, из-за тех-то черт качества твоих, у нас происходят какие-то ситуации. Давай на них обратим внимание в течение тех или иных лет нашей жизни, как это происходило. Только давай, ты можешь меня не воспринимать там, можешь все, что угодно там делать, но давай отследим динамику, как это происходило. Это же не первый раз это происходит, я уверен. И тогда, возможно, она услышит. Это как бы важно. Потому что все равно мать формирует все события основные на физике. Как ни крути, это так. Я понял. Ну, это постоянно с ногами проблемы. Он то поломает, то еще что-то, то то, то все. И вот происходит такое. Ну, ноги, это, как всегда, страхи за будущее определенные. Тут, видишь, тут уже надо не с третьими лицами работать, а чтобы они были на эфире, чтобы мы могли пообщаться. Вот было бы здорово, конечно. Но, опять же, это если люди хотят, сам знаешь, да, родители такой информации, что они уже не открыты к этой информации частенько. Согласен. Так что ты мне напиши потом еще в личное, мы пообщаемся, хорошо? Добро, добро. Спасибо, благодарю. Рад тебя слышать. Поехали дальше. Так, я микрофон включил, вот бабочка у кого на аватарке. Прошу, включайте. Дмитрий, приветствую, наконец-то. Да, как могу обращаться? Анна меня зовут, очень приятно. Так, Анна, привет. Ну, рассказывайте. Я не так давно к вам пришла на путствие своей подруги. Я что хочу сказать? Я прослушиваю, ожидая своей очереди, я прям прослушивала все ситуации, которые у меня были, которые я проработала. Буквально вчера я вернулась из Дивеева. Я просила в том числе о терпении. Ну, собственно, я дождалась эфира с вами общения, мне воздалось. Так, Анют, в чем вопрос? Давай к вопросу переходите. Вопрос мой заключается в том, что у меня до сих пор есть страх, наверное, отношений. Он связан исключительно с родом, потому что бабушка по отцовской линии страдала шизофренией. Отец, соответственно, тоже, мой младший брат тоже страдает шизофренией. И, соответственно, у меня страх отношений заключается в том, что я не смогу продолжить свой род. И, соответственно, любые какие-то даже очень хорошие отношения я сразу прерываю, потому что в какой-то мере я, наверное, боюсь признаться там или самой себе. Ну, самой себе-то нет, наверное, а просто как бы обозначить человеку, да, там, что у меня есть, допустим, в роду проблемы какие-то. Анют, смотри, это, опять же, история, а вопрос в чем сам? То есть как избавиться от этого страха? Ну, в данный момент у меня, я вообще после поездки, я вообще абсолютно спокойно и свободно себя чувствую. Как избавиться от, наверное, мыслей для себя самой себе? Самой себе признаться, ну, как бы отпустить вот эти мысли, что, ну, то есть, я понимаю, что это род, но как это? Нет, это ты сейчас... Я не могу это отработать. Аня, ты сейчас ответственность на род переваливаешь. Это твоя работа над собой, и все. То, что у тебя страхи за отношения, это не дело твоей бабушки, прабабушки и прадедов. Реальность сильно поменялась. Мы сейчас за их вообще деяния никак не отвечаем. По крайней мере, из той практики, которую мы сегодня... Хорошо, хорошо, Дим, подожди секундочку. Генетику как бы никто не отменял. Ну, хорошо, давай вопрос свой. Переходи к вопросу, четкий вопрос задай. Есть, я понимаю, что, ну, как бы сейчас вопрос я не могу правильно сформулировать. То есть, если я задам вопрос, это страх генетики и отношений, он взаимосвязан? Нет, вообще никак. Абсолютно. Либо строишь отношения, как бы, и предпринимаешь какие-то усилия в этом поле деятельности, либо ты, ну, начинаешь уже выдумывать по типу, там, роста... Хорошо, я сейчас просто приведу пример, как бы, после определенных... Аня, смотри, ты просто дай. Сейчас секунду. Для определенных кармических отношений, которые были с человеком, который страдал алкоголиком, и сейчас вот в понедельник будет 40 дней, как он умер. Так, хорошо. У меня постоянно какие-то приходят ко мне люди, которые страдают какими-то зависимостями. Ну, значит, ты таких людей притягиваешь, значит, у тебя энергетика противоположная. Ты бежишь от этих зависимостей, они тебя догоняют. Все элементарно. То есть, и что мне делать? Мне нужно принять какие-то свои зависимости? Да, конечно. То есть, где-то у тебя проявляются твои зависимости, соответственно, люди с этими зависимостями тебя, как бы, догоняют, чтобы ты приняла их. Это, знаешь, как выглядит? Это у меня есть, там, видео небольшое, это 40 секунд, называется «Магнит для алкоголиков». То есть, ты их активно отрицаешь, они в жизни будут. Следующее видео, оно называется «Закон полюсов» на Ютубе. Обязательно посмотри и просто поймешь, почему в твоей жизни так происходит. А что касается формирования отношений и, допустим, перекладывания ответственности, почему ты их не можешь создать, опять же, с точки зрения генетики, астрологии, еще что-то, это не работа над собой, и все. Работа над собой – это изменение своего мировоззрения, убирание всех этих страхов и, как бы, действия на физике. Все, не более того. Ничего вообще сложного. Думаю, даже если так проще сказать, просто живи и все. Да, живи и наслаждайся жизнью. То есть, если ты будешь сама себе выдумывать вот эти вот блоки, ты в них будешь жить. Есть люди, знаешь, они очень склонны к проработкам. Они думают, что вместо того, чтобы что-то делать в жизни, надо все проработать. Вот, например, у человека нет денег, он думает, ой, буду маму прорабатывать или папу. Блин, работать иди, как бы. Не можешь отношения построить, так тусуйся где-то, где есть противоположный пол, с которым бы ты хотела связать свою жизнь. Это так выглядит. Все просто. Так у меня с этим вообще проблем никаких нет. Тогда задай вопрос. В чем вопрос? Ты просто первый раз? Давай я просто объясню, смотри. Ну, как бы, кто-то, может быть, сегодня тоже первый раз, да, ребята? Вот у меня есть вип-канал, на котором мы часто такие разборы проводим. Здесь я вот раз в два месяца это делаю. У меня, потому что не совсем в графике есть на это время. Так вот, я вам хочу сказать следующее. Если у вас нет четкого вопроса относительно вашей ситуации, вы и решить можете эту ситуацию. Вы должны для себя этот вопрос формировать четко. И этот вопрос должен выглядеть так. 50% ответа уже в вопросе есть. Вот. То есть ответ в вопросе. Поэтому, Анют, формируй тогда для себя вопросы, и ты там увидишь все ответы. В принципе, на Ютубе об этом обо всем говорил. С твоего позволения. Да, спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Так, Юлия Павлова, прошу. Потом Оксана Кобрин будет. Юль, включай у себя микрофон. Рассказывай, как у тебя твои приступы эпилептические. Как они себя ведут. Так, Юля хорошо, пока микрофон не включает. Оксан, включай у себя микрофон. Рассказывай, преследует ребенка привидение или не преследует? Так, ну что, девчата, я вас, в принципе, ждал. Тогда Игоря. Игорь, прошу, включайте микрофон у себя. Говорите. Игорь, я вас слышу, говорите. Время теряем. Добрый день, Дмитрий. Меня слышно? Слышно? Да, я вас отлично слышу. Говорите, к слову, вопрос. Дим, подскажи, пожалуйста, как коллега-коллеги, я тоже занимался эзотерикой, 10 лет, себя трудно увидеть, сам прекрасен, понимаешь, да? Был на войне два раза. Вот. В прошлом. И, ну, и военный психолог, сейчас занимается с ребятами СВО. Но, блин, вот тянет туда, вот сейчас на третий раз СВО началось, туда потянуло, и тело дало сбой, очень мощный, начался аппендицит. Потом я из него в улицу снова сбой дает. Ну, и я знаю, что, допустим, в тех войнах у меня были очень мощные два ангела-хранителя. И у меня такое ощущение, что я потерял, что ли. Вот у меня какая-то, как будто вот, как будто я не пойму, я что, завершил? Завершил я свою миссию, как мирного воина или нет? И те люди, которые уходят, допустим, да, ну вот, должна была команда поехать, они погибают. То есть какая-то сила меня держит, не отпускает. Я не пойму, где... Вопрос, вопрос какой у меня, что я должен этой системе, что я еще не отработал, наверное, так. Игорь, смотри, во-первых, ничего ты никому вообще не должен, кроме самого себя. Второе, по ангелам, ну, ну, куда, сейчас, подождите, у кого-то шумит так, сейчас. Значит, второе, Игорь, смотри, значит, сбился немножко. По ангелам никогда в жизни они тебя не покинут. Они не покидают, просто призывай их, они всегда рядом. Я на эту тему целую огромную работу ангелологии писал. Никогда в жизни они не покидают тех, кто с ними общается. На мой взгляд, не хочу так говорить, конечно, но это первое, что напрашивается, горе тем, кто вообще не выстраивает канал с Богом и с ангелами. Постоянно носят с собой кучу этих проблем и с ума сходят вечно. Поэтому основная задача – это именно с ними выстраивать контакт. Второе, опять же, вот ты спросил, завершена ли миссия. Если тело тебе вот отвечает, да, таким образом, что не стоит ехать, у тебя нет возможности, значит, все, значит, твое подсознание финансирует ту ситуацию, чтобы ты не ехал и, соответственно, занимался собой больше. То есть чем конкретно? Любовью к себе, возможно, тебе захочется книгу написать о своем опыте, может быть, на гражданске захочется каким-то людям помогать. Я уверен, у тебя есть огромное количество дел, которыми ты мог тут заняться. Значит, ты тут будешь больше полезен, нежели в той или иной поездке. А ангелы, наоборот, тебя уберегли, но, видимо, ты настолько как бы, ну, я не хочу обидеть ни в коем случае, но упертый, да, и хочешь туда поехать, что пришлось им создать вот такую ситуацию по болезни, соответственно. Понял? Все, Дима, шикарно, все увидел, все показал. Да, у меня есть работа, я занимаюсь этими ребятами, я туда иду, и вот, ну, они возвращаются, ко мне приходят на консультацию, то есть у меня опыт есть. У меня просто было такое очень видение, что если я там побуду, я там, типа, буду больше прокачан, но это, в принципе, чушь, мне, в принципе, хватает прокачивания. Конечно. Игра ума, да, это игра ума уже, ум там что-то придумывает. Да, сатана постоянно как бы тешится через выдумывание всяких убеждений, трудностей, любит вот, особенно мне нравятся такие люди, которые на себя, знаешь, важности напустят. Я такой важный, такой суперважный человек. Там разбираешь, там внутренние дети погашены, подавлены, и у человека столько проблем психологических, что, дай Боже, с ним хотя бы за месяц это все отработать. Поэтому нужно первое, это, во-первых, быть максимально простым, на всех людей смотреть как на равных, а не с точки зрения того, ой, а кого-то выше или ниже, ну и тому подобных вещей. Поэтому, да, не выдумывай себе, получай удовольствие от того, что делаешь и занимайся этим на 110%. Хорошо, но последний вопрос. Но если я все, я отпускаю ситуацию, все, я занимаюсь своим делом, но если ты уже, допустим, прилетит с военкомата, тут уже не от меня зависит, тут уже, значит, судьба, правильно? Да, дело в том, что, как бы это сказать, делай так, как ты чувствуешь, да? Вот, чтобы там не подкидывала судьба, опять же, решение принимай из того, что ты чувствуешь, как надо поступить. Если ты чувствуешь, что нет, значит, нет, ни в коем случае себя не подавляй. Опять же, это нельзя так делать. Но, опять же, включаем алгоритм работы души. Если ты себя долго уговариваешь что-то сделать, или не получается долго что-то сделать, значит, душа говорит нет. И все. Все, ясно. Все, Дима, огромное спасибо. Все, благодарю. Да, рад пообщаться. Рад пообщаться. Так, поехали дальше. Оксана, включаю себе микрофон, потом Юля. Юля, не опаздывай только, пожалуйста. Давай рассказывай. Преследуют ребенка привидения гигантские или нет? Преследуют, но они не гигантские, маленькие. Ты мне скажи, ты кадила у папа купила уже все-таки или нет? Нет, только палочки Пала Санта. Я так и понял. Хорошо, Оксаночка, рассказывай, давай. Слушай, тут просто у одной девушки была история, и я такая, хоп, и у меня есть похожее. По поводу запаха изо рта, только у меня не с желудком, у меня там все хорошо, я недавно проверялась, потому что у меня были сильные акне, и как бы вообще непонятно от чего, и как всегда я миллион анализов сдала, и все типа норм показала. А вот у меня есть хронический танзелит. Да, ну понятно. Да, и вот в этом году он прям, то есть у меня периодически там бывают вот эти пробки, а сейчас вот в этом году прям их очень много. Я даже ходила на лор-процедуру промывания, она омерзительная, но, скажем так, прям длительного эффекта нет, и у меня очень много появляется этих пробок, и я вообще не знаю, что делать. Вот это вопрос. Ну, это же простая творческая энергия и самовыражение, и все. Если ты начнешь как бы себя выражать, причем в творчестве, которое ты любишь, а у тебя сейчас распутье идет между тем, что ты пойдешь на новую работу, или будешь все-таки творчеству уделять 110%, исходя из этого и происходит вся вот эта вот ситуация. Понятно? Поэтому ты решись просто-напросто и действуй в единстве души и разума ровно так, как ты хочешь. Но ты чувствуй, чего ты хочешь. Тогда у тебя все эти пробки пройдут, соответственно, и творческая энергия будет переть как надо. Все. Все конфликты пройдут. Вот. Поняла? Хорошо. Да, да, поняла. Поняла, но не совсем. Ну, смотри. Я поняла, что ты имеешь в виду, я пока не поняла, как это сделать. Решение принять. То есть, опять же, либо ты его примешь из-за того, что будешь цепляться за стабильность и какие-то там догмы или рамки, либо ты будешь принимать решения, которые тебя приведут к твоему большему объему внутреннего счастья. Все. То есть смотри, где ты будешь счастлив. Я приняла решение, я уже оформила обучение и согласилась на работу, так как ты мне сказал, что мне мешает совмещать. Вот. Да, да, совмещает, но кайфуй. А там, где у тебя идут вот эти вот переборы, опять же, пойди в прошлое, ты тем более все уже четко знаешь. И тебе нужно просто проявляться. То есть вот всегда танзелит, он связан именно с этим, тем более хронический. Ну и плюс есть психосоматическая энциклопедия еще, она также есть на Ютубе, и это видео дополнительно еще сегодня сюда скину на канал. И вы сможете понять, как с ней работать и что с ней делать. И загляни туда, там тоже про танзелит я писал. Хорошо? Хорошо, да, благодарю тебя. И я тебя. Сейчас, ребята, одну секунду. Алло. Все, понял. Так, на сегодня придется эфир завершать. В общем, ребята, рад был со всеми пообщаться. Смотрите, я такие разборы постоянно провожу на вип-канале. Он есть в описании основного канала. То есть там огромное количество медитаций, там огромное количество молитв на все случаи жизни и так далее, и так далее. То есть искренне надеюсь, что вам понравилось. Неплохо мы сегодня поработали. Очень рад за тех, кто сегодня, собственно говоря, успел уделить внимание. Значит, ну, я постараюсь. Опять же, в июле уже никак не получится, потому что график забит. В августе еще одну такую встречу сделать. Главное, знайте, что от всего можно исцелиться и любую проблему можно решить. Все. Пока-пока всем. Продолжение следует...